Какой банк дает самый длинный беспроцентный период? Где выгоднее всего оформить кредитные карты? Кредитки с самым большим льготным периодом в этом видео. Самый длинный льготный период, конечно же, у карт Ренессанс Банка 2 года без процентов. Но этот льготный период 2 года без процентов действует только на покупки, совершенные в течение первого месяца после открытия карты. На покупки со второго месяца действует регулярный возобновляемый льготный период в 200 дней. То есть параллельно будут идти два грейс-периода. Один большой на 2 года и другой возобновляемый на 200 дней. При этом, чтобы льготный период не прекращался, нужно не только вносить минимальный ежемесячный платеж, но и тратить с кредитки хотя бы 1000 рублей каждый месяц. Если честно, такое правило я вижу впервые. На переводы и снятие наличных беспроцентный период, увы, не распространяется. Так что не снимайте с этой карты деньги и постарайтесь никому ничего не переводить. Просто оплачивайте покупки. Эта карта отлично подойдет для того, чтобы сделать крупные покупки в первый месяц. Например, потратиться на ремонт и потом спокойно в течение двух лет возвращать долг без всяких процентов. Самое главное, не забывать вносить минимальный ежемесячный платеж и закупать каждый месяц хотя бы что-нибудь на 1000 рублей. Карта с похожими условиями — это карта Альфа-банка год без процентов. Годовой грейс-период здесь также дается на покупки, совершенные в первый месяц. Дальше возобновляемый грейс-период будет уже в 60 дней. Но на снятие наличных всегда будет грейс-период в 60 дней, даже если вы снимаете деньги в первый месяц. На переводы льготный период, увы, тоже не распространяется. Так что что-то переводить не рекомендуем. Снимать наличные в банкоматах можно без комиссии, если снимаете до 50 тысяч рублей в месяц. Если снимаете больше, уже будет комиссия. 3,9% плюс 390 рублей сверху. А еще на этой карте есть кэшбэк, абсолютно такой же, как и на дебетовой Альфа-карте. В целом, эта карта тоже отлично подойдет для того, чтобы делать крупные покупки в первый месяц после выпуска. Ну а следующая в списке — кредитная карта возможностей от ВТБ. Кстати, она выпускается и обслуживается совершенно бесплатно. Беспроцентный период здесь длится целых 200 дней, но действует он только один раз. Дальше грейс-период будет уже по 110 дней. То есть, получается, первый грейс-период будет 200 дней. Когда эти 200 дней закончатся, грейс-период будет возобновляемым, и он уже будет по 110 дней. А вот здесь снятие наличных и переводы уже входят в льготный период. Более того, в течение первых 30 дней с момента открытия карты можно бесплатно переводить и снимать наличные на сумму до 100 тысяч рублей в месяц. Но с 31 дня за снятие наличных уже будет небольшая комиссия. 5,9% и 590 рублей сверху. С помощью карты возможностей можно также погасить долг по кредитке в другом банке. Для этого нужно в первые 30 дней с момента оформления карты перевести баланс в другой банк через услугу рефинансирования. И потом, в течение следующих 90 дней, нужно закрыть старый кредитный договор. На само рефинансирование дается увеличенный льготный период в целых 180 дней. Но, опять же, повторюсь, сделать это можно только в первые 30 дней с момента открытия карты. Ну и, конечно же, по самой карте есть довольно приятный кэшбэк, что, несомненно, плюс. Идем дальше. Карта 180 дней без процентов от Газпромбанка. Здесь обслуживание бесплатно в первый год. Дальше 990 рублей за 12 месяцев. Грейс-период в 180 дней дадут только на покупки и только в первые два месяца. Начиная с третьего месяца льготный период уже будет 90 дней. Минимальный ежемесячный платеж здесь примерно такой же, как у остальных карт. 3% от суммы долга. На переводы и снятия Грейс-период, увы, не распространяется. Но, в целом, для покупок это довольно неплохая карта. Что касается остальных банков, то они, как правило, дают льготный период в 120 дней. Например, Сбербанк, Уралсиб, Росбанк, Почтобанк. Но, в любом случае, перед оформлением кредитного договора обязательно узнайте, распространяется ли Грейс-период на переводы и снятие наличных, чтобы случайно не попасть на большие проценты. Ну а ссылки на оформление всех кредитных карт из списка, как всегда, оставил в описании.